Сейчас я предлагаю вам проследовать примером со слайда и выполнить со мной следующий код. При этом мы с вами постараемся фиксировать все объекты, с которыми мы работали в течение исполнения данного кода. Сначала посмотрим структуру кода в целом. Код достаточно простой. У нас есть определение двух функций. Два вызова функции присваивания их переменных и два вызова функции прин. Я предлагаю разметить правую часть как схематичное представление оперативной памяти, где опять буду рисовать объект. Сначала наш код прочитает определение первой функции и создаст для него объект. Он увидит ключевое слово def, увидит, что здесь везде есть отступ в четыре пробела и не увидит его в этой строке. Здесь он поймет, что определение функции закончилось и создаст для него объект. Сначала он создается объект listSum. ListSum знает, что он принимает один аргумент LST. Затем наш интерпретатор считает функцию sum. И аналогично первой функции создаст для нее объект sum. То есть здесь у нас будет отступ в четыре, здесь он его не увидит. Поймет, что определение функции закончилось и создает для него объект. И он знает, что он принимает аргументы A и B. Затем начнется вызов функции sum. Как мы уже и говорили, у нас есть объекты в памяти 14 и 29. Сначала произойдет инициализация переменных, то есть A14, B29. Создаст объект sum 43. И результат выполнения этой функции будет ссылаться на него. И Y в том числе будет ссылаться на него, потому что это оператор присваивания. И все намного интереснее для второго вызова функции. Потому что сначала мы должны найти в памяти объект 1, 2, 3. Затем создать аргумент списка, который содержит ссылки на 1, 2, 3. Затем для результата мы должны здесь создать 0, если его не было. Затем мы будем вот таким образом в цикле for увеличивать результат. Используя вот такой оператор, мы каждый раз будем присваивать результату на самом деле новый объект увеличенный. То есть если бы это было значение переменной result, сначала оно будет 0, потому что мы его вот здесь присвоили. Затем каждый раз для элемента списка 1, 2 и 3 мы бы увеличивали результат. При этом мы бы каждый раз присваивали результату новый объект. Сначала это была бы единичка, возможно это, возможно другая. Затем мы бы добавили двойку, это была бы тройка, возможно эта, а возможно другая. А затем мы бы добавили тройку и тогда начали бы ссылаться на шестерку. При этом, как мы знаем, переменные всегда ссылаются только на один объект. Поэтому стоит заметить, что все вот эти вот ссылки, они уже не рабочие. И результат на них, конечно же, не ссылается. То есть он ссылается только в конце исполнения, только на единственную нашу шестерку. И именно эта шестерка будет результатом выполнения функции list sum. То есть вот это вот результат выполнения будет ссылаться на эту же шестерку, потому что здесь мы вернули результат. И таким образом z будет присваиваться, будет ссылаться на эту же шестерку, потому что это оператор присваивания. Далее мы вводим в интерпретаторе значения y и значения z. Несложным гизом в том, что это действительно 43 и 6. Также стоит помнить, что в процессе исполнения данного кода функция print также является объектом в оперативной памяти. И этот объект создается каждый раз, когда мы запускаем с вами интерпретатор. Теперь давайте посчитаем, сколько же объектов мы создали и сколько объектов мы использовали, когда выполнили простую функцию list sum. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну и объект самой функции 7. Поэтому стоит помнить о том, что вызывая даже, казалось бы, маленькую простенькую функцию, вы можете создавать и использовать достаточно большое число объектов. Поэтому если вы особенно неаккуратны, то вы можете засорить свою оперативную память большим числом ненужных объектов. Продолжение следует...